С момента, как я первый раз в жизни увидел игрушку ARMS, по-моему, это было как раз, когда Nintendo вот показывала первый раз в Москве свои Nintendo Switch, это еще в январе было, у меня впечатление об этой игре постоянно менялось. Ну, сначала, когда я ее увидел, я думал, что это что-то в духе Wii Sports, ну, какая-то такая простая аркада, что ли, чисто вот ради движения. Потом была, значит, вот эта бета-версия, в которую можно было поиграть бесплатно в определенное расписание и только по сети. И я подумал, что это, ну, в принципе, наверное, такой сетевой файтинг, в котором, в том числе, можно играть, кстати, и на геймпаде. Ну, когда игрушку мне дали Nintendo, я поиграл в нее достаточно долго, я понял, что раньше немножко ошибался на ее счет. А с вами Денис Мейджор и обзор игры ARMS для Nintendo Switch. Итак, ARMS это точно не чисто сетевая игра с синглом для галочки. Однако, когда я первый раз попробовал пройти, ну, так сказать, сюжетный режим в ARMS, я расстроился. Игра показалась чересчур легкой. Я подумал, что как-то не очень это сочетается с тем, как тебя потом размажут по стенке в онлайне. Но потом я заметил шкалу выбора сложности. По умолчанию ARMS запускается на первом уровне сложности, хотя выбрать можно сразу любой, даже без прохождения предыдущих. Уже на цифре 2 враги не показались мне такими уж легкими, и некоторые матчи я даже переигрывал. На четвертом уровне меня конкретно избивали. А ведь не пройдя этот четвертый уровень или выше, нельзя получить доступ к ранговым онлайн-боям, которые скрываются за строчкой профи в главном меню. Ну, а на седьмом уровне я даже показывать не буду. Так что, хотя для современного синглова файтинга здесь слишком мало бойцов, всего 10, все-таки и говорить, что это чисто онлайн-игра, неправильно. Компьютерные соперники вполне могут составить вам серьезную конкуренцию на поле боя. Таким образом, в том числе за счет вот этого выбора уровня сложности, синглплеер становится не просто таким развлекаловым для тебя, когда ты не можешь, допустим, подключиться к интернету, но и хорошей такой тренировкой перед онлайн-сражениями. И по моим наблюдениям, чтобы так более-менее рулить в онлайне, нужно научиться хотя бы делать компьютер на третьем уровне. Еще в видео с первым взглядом я говорил, что режимов игры будет больше, чем было в демо-версии, и что я их обязательно все посмотрю. Я их обязательно посмотрел, и, честно скажу, бой и волейбол, которые были в демке, все равно самые интересные. Баскетбол — это, например, вообще странный режим, где в корзину вместо мяча надо забрасывать соперника. Ну, вроде звучит весело, но играется так себе. Другие режимы схваток тоже не впечатлили, например, этот, где нужно поразить как можно больше мишеней и набрать как можно больше очков. Здесь можно на время оглушить соперника, что даст небольшую фору, но что-то все равно не то. Еще стоит поговорить об оружии. Несмотря на то, что все 10 персонажей довольно сильно различаются между собой, оружие у них иногда дублируется, хотя и под другим названием. Например, у Спрингмена и Ниндзера считай одинаковый набор стартового оружия. Ну, различаются только внешний вид и название, но принцип действия одинаковый. Хотя вот у Геликса набор оружия совсем другой. Каждый боец обладает какой-то спецспособностью. Ниндзя, например, умеет недалеко телепортироваться в воздухе, а у робота-полицейского есть свой пет — механическая собака, которая тоже умеет драться. А у Спрингмена оружие всегда заряжено, если у него осталось мало здоровья. Это позволяет нанести больший урон. В целом, Армс — это довольно интересный файтинг, в котором неплохой синглплеер, веселый кооператив и задорные онлайн-бои. Но что касается выбора метода игры, то есть играть на джойконах вот так вот, да, прям реально драться или нажимать на кнопки, я выбираю кнопки. Чем больше я играю в Армс, тем больше она мне нравится. Это одна из игр, которыми по праву Нинтендо может гордиться, хотя вряд ли она положит начало какой-нибудь легендарной серии, как Марио или Зельда или Метроид. Тем более, чем-то похожая серия файтингов у Нинтендо уже была и называлась она Панчаут. Ну, давайте подытожим. 10 бойцов плюс 1 босс, которого, во всяком случае, пока выбрать нельзя. Вроде как завезут бесплатный DLC, где его сделают играбельным персонажем. Все бойцы разные, со своими уникальными способностями, но с частично пересекающимся оружием. 7 уровней сложности в синглплеере, возможность игры с другом на одном экране и стандартном комплекте консоли, несколько режимов тренировок и игры оффлайн. 2 режима мультиплеера для начинающих и для опытных игроков, 4200 рублей в Нинтендо eShop и 3700 рублей на картридже. Я не буду никак комментировать цену, во-первых, потому что я уже не раз говорил, что не считаю правильным, когда цена в какую бы то ни было сторону влияет на оценку игры, а во-вторых, у всех людей, в смысле, свои возможности. И мне лично игру вообще дали на обзор бесплатно, поэтому не мне рассказывать, дорого это или очень дорого. Перейду к оценке. Игре я ставлю 4 с плюсом. Это хорошая игра с кучей положительных качеств, но она могла бы стать еще лучше, завези разработчики сюда или побольше бойцов, или побольше видов оружия, или побольше различных спецприемов, ведь формально приемов у нас всего 4. Простой удар, удар вбок, захват и комбо. Конечно, удары для каждого вида оружия различаются, но, как я уже сказал, видов оружия не так уж много, хотя разработчики старались сделать вид, что его больше, чем есть на самом деле. Ну а с вами был Денис Мейджор и обзор игры Армс для Нинтендо Свич. Подписывайтесь на мой канал, чтобы не пропускать новые интересные видео об играх и игровых консолях. Ну и ставьте лайки, мне будет очень приятно. И не забывайте про мой новый стримовский канал, ссылка в описании. И спасибо, что смотрели. До новых встреч. Пока.